Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, но сегодняшнее видео не про виноград. У меня новая локация, это наш новый участок. Только сегодня мы получили ключи, и я вам покажу, что же мы имеем. И этим видео я открываю целую серию видеороликов, где я буду рассказывать, как мы будем здесь закладывать виноградник с нуля, как мы будем планировать этот участок, что мы вообще будем с ним делать. Я думаю, что многие найдут для себя много-много чего полезного. Ну и еще такое маленькое отвлечение, предисловие, с чего все началось. Когда-то мы все планировали сделать погребок на даче, но там это было довольно трудоемко, дорогостоящий участок, маленький, плюс там со всех сторон соседей и так далее. То есть мы все откладывали, 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 потом по определенным причинам решили, что может нам уже пора расширяться. И как бы не совсем удобно закапывать деньги, грубо говоря, там. Стали искать участок, хотели уже домик в деревне, с одной стороны, чтобы можно было где-то и немножко отдохнуть, ну и с другой стороны нам хотелось несколько побольше суточек, чем те шесть, которые есть у нас на даче. И так родилась эта идея, долго-долго искали, влезли в долги, но тем не менее вот теперь имеем этот самый участок. Ну давайте пройдемся посмотрим, что же у нас здесь есть. Участок 25 соток, вот такой деревенский домик простенький, много всяких хозяйственных помещений. Вот это какой-то сарай, там содержали животных, там еще много чего, честно говоря, от них осталось уже хорошего, перепревшего, что в общем-то в нашем случае является приятным бонусом, потому что здесь этого добра столько, что под виноградник, который мы будем закладывать сейчас, нам больше удобрений и не понадобится. Мы обойдемся тем, что есть. Вот там еще сарайщик и банька, вроде бы в этом сарайчике даже есть небольшой погребок, что-то типа для картошки, но честно говоря, даже туда еще не лазили и не смотрели, потому что не было на все времени. Вот это сарай, более новый, даже я бы сказала самый новый, ну там много всякого хлама, может быть что-то мы найдем, конечно, и полезное, но много чего придется выкинуть, но постепенно, сразу невозможно объять необъятное. За этим сарайчиком у нас здесь компостная куча, здесь, конечно, кроме компоста есть еще и всякий мусор, ну мусор уберем, а вот этот весь компост используем в нашем земледелии. Здесь бурьяны, крапива, но с другой стороны, земля много лет отдыхала, там где растет крапива, там тоже земля чистая, очищенная, скажем так, от всяких болезней, от всего, поэтому земля здесь хорошая и здоровая, я думаю, что родит нам хороший урожай. Вот там, за бурьяном, это наш маленький домик, это погреб, висит замок, и на той связке ключей, которые мы получили, ни один ключ к этому погребку не подошел. Будет время, ну замок навесной, с ним поменяем, посмотрим, что там внутри, насколько этот погребок пригоден для использования. Может быть, как-то подремонтируем, может быть, еще там что-то сделаем, посмотрим, не все сразу. Ну, здесь всякие старые плодовые деревья, тоже будем видеть, что нам мешает, будем убирать, что не мешает, немножко подержим, оставим, посмотрим, что из них нам может пригодиться. Здесь на участке компостная куча, она такая не одна, здесь их несколько я нашла. Ну, для нас это очень полезно, на самом деле. Какой-то чужой петух пришел к нам в гости, иногда курочки заходят. С северной стороны нашего участка парк. Парк довольно редкий, здесь такие уже довольно старые деревья. Конечно, к сожалению, есть определенные кучи мусора, кем они созданы, я не знаю. Может быть, когда-то кто-то здесь мусорки устраивал, может быть, от бывших хозяев еще что-то вот осталось такое. Постепенно, конечно, уберем, хотя рядышком есть две мусорки в шаговой доступности. Ну, вот почему-то кто-то сваливал к вам сюда. Ничего, постепенно разберем, уберем, чтобы было чистенько и аккуратно. Но, с другой стороны, в парке можно встретить и вот таких желтых красавцев. Я очень люблю нарциссы, и очень люблю, когда они растут вот так вот сами по себе. Можно сказать, в дикой середине они как-то смотрятся очень мило. И сегодня, немножечко выгребая весь этот бурьян, его было гораздо больше, я чуть-чуть уже пригребла, нашла вот такой вот приятный сюрприз. Здесь возле дома тоже фруктовые деревья, какая-то лыча, чернослив, несколько сиреней. Там еще возле импровизированного столика есть белый шиповник. Я очень люблю белый шиповник, он такой ароматный. Вот это мне приятный бонус. Еще одна сирень. Дальше куд с жасмина. Единственное, что очень неудобно, он как раз находится на въездной группе. Наверное, там будем делать со временем парковочку для машин, что-то уберется. Ну, может быть, часть оставим для декоративности. В домике тоже есть погребок, но пока не показываю. Как-нибудь сделаю отдельно обзорное видео по погребам. Посмотрим, что здесь есть, разберемся. Ну, честно говоря, он пока что очень грязный, засыпанный, надо расчистить. А на все рук не хватает, чтобы все сделать одномоментно. Ну, вот такой у нас участочек. Очень теплый, очень солнечный. В достаточно хорошем месте. На возвышенности здесь недалеко протекает маленькая речушка. Ну, нам она не помеха, потому что мы на возвышенности, на горочке. Конечно, очень много всякого мусора, очень много всякого хлама. Много чего запущено. И работы здесь непочатый край. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают постепенно. Все это приведем в порядок. И, как я обещала, будем все показывать и рассказывать. Будем рассказывать, как мы здесь закладываем виноградник, что мы делаем, как этот участок планируем. Будем рассказывать всякие хозяйские вещи тоже, как мы тут что будем приводить в порядок. Так что нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч.